Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Минздрав ищет водителей скорой и просит помощи у частных клиник. Катастрофическую ситуацию в алтайской медицине обсуждают уже на всю Россию. Новая лучше старой. Во сколько обошлась жителям Тольменской многоэтажки новая крыша? Помогают и родители, и спонсоры. В Барнауле строят новый дом для юных кикбоксеров. Краевое министерство здравоохранения объявило о срочном поиске водителей автомобильной неотложки. Информация о наборе сотрудников для Барнаульской станции скорой медпомощи размещена в разных социальных сетях. Напомним, мы за сложные педобстановки. Число обращений в скорую выросло в два раза. За сутки служба обслуживает около 1700 вызовов вместо прежних 900. С фотоком пациентов не справляются и многие поликлиники Барнаула. Накануне министр здравоохранения обратился за помощью к частным медицинским центрам. Оперативно откликнулись две клиники. Одна из них предложила развернуть ковидный госпиталь на 200 мест. Другая направить анестезиологов на работу в 14-ю поликлинику. Но в последнюю сегодня с обыском нагрянули силовики. Причина следственных мероприятий пока не разглашается. Добавим о проблемах в здравоохранении края. Заговорили уже на федеральном уровне. В частности, о медицинском коллапсе на Алтае упомянули в одной из программ Первого канала. Алтайский край вошел в список регионов, где чувствуется высокая тревожность властей за ковид-19, сообщил фонд «Петербургская политика». В частности, он учел тот факт, что Краевой Роспотребнадзор рекомендовал властям перевести студентов на дистанционное обучение школьников, заставить носить маски, а также вновь закрыть в регионе кинотеатры, фудкорты и торговые центры. Последнее слово о вводе ограничений за оперативным штабом по коронавирусу. Его заседание проходит в данный момент. Учитывая статистику, меры, скорее всего, вновь ужесточат. Так, на сегодняшний день в Крае выявлено 134 новых инфицированных, 10 человек умерли. Общее число заболевших приближается к 15 тысячам, а точнее 14 711 человек. К другим темам. Два месяца без электричества, сплошные расходы и потраченные нервы. Все это последствия пожара в многоквартирном доме в Тольменке. В июне там полностью сгорела крыша. Спустя пару месяцев у жителей все-таки появилась новая кровля, даже лучше старой. Но какие нюансы не очень радуют собственников, расскажем в сюжете. С новой крыши жизнь в этом доме стала поинтереснее. Старая полностью сгорела во время пожара в июне. Тогда говорили, что причина возгорания – замыкание электропроводки. Временную кровлю жителям пришлось делать своими силами. Также почти два месяца в квартирах жили без электричества. Не зарядить телефон, не купить продукты с коротким сроком хранения. Это сильно большой стресс и для здоровья в том числе. На новой крыше организовали систему водостока. Раньше ее не было. Утеплили. Вместо профнастила здесь был шлак в перемешку с голубиным пометом. Есть люди, у которых есть вопросы. Я-то вообще-то не специалист. Здесь надо было, чтобы профессионально кто-то оценил вот эту всю деятельность. Недоделки были. Что-то там, допустим, фановую трубу приподнять где-нибудь. Где-то уголок подогнуть. Все замечания устранили. На старой кровле не было ни трапиков, нельзя было зацепиться. В принципе, выходить было опасно. Не было ни ограждения, ничего. Здесь, на данной кровле, можно с полной безопасностью выходить и чистить снег зимой. Она тоже была такая, как покатая? Да, была покатая, но сделана была неправильно. Конечно, жители дома надеялись, что новую крышу им установят за счет некого резервного фонда местной администрации. Но там сразу дали понять, денег нет. К тому же, по закону, все работы должны провести за счет средств фонда капитального ремонта. Крыша обошлась более чем в 4 миллиона рублей. А вот электропроводку жильцы устанавливали на свои деньги. По 5 тысяч с каждой квартиры. Насколько мне известно, здесь живут и пенсионеры. Но суммы достаточно большие. Я понимаю, что это общедомовое имущество. И, в общем, это их дом. Но все-таки не было возможности как-то помочь жителям. Почему? Было. Мы пригласили из Заринска представителей регионального оператора. Они составили смету, предложили им свои услуги. Жители отказались. Они нашли своего подрядчика. Их не устроила цена. Вряд ли всех устраивают и новые тарифы по капремонту. Здесь нам объяснили. Теперь вместо 500 рублей в квитанции – тысяча. При этом расплачиваться за крышу в кредит жители будут до 2043 года. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Камень на обе накануне отопительного сезона вновь в непростой ситуации. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Минстроя края. Иван Гелев рассказал, что бюджет района не позволяет подготовиться к холодам самостоятельно. «Было куплено на 4 миллиона рублей полторы тысячи тонн угля, на которые сейчас они начинают топиться. Тем не менее, да, скорее всего, мы будем в ближайшее время направлять туда поддержку и из краевого резервного запаса угля до тех пор, пока у предприятия теплооснабжающего не пойдет выручка. Первое начисление пойдет только, наверное, в первых 50-х числах декабря, вот так скажем. Вот до этого времени совместно с муниципальным и краевым, наверное, углем будем вынуждены топить. Непростая ситуация с подготовкой к отопительному сезону и в Славграде. Местные МУП могут передать в частные руки или распродать по частям. Сейчас по нему продолжается процедура банкротства, сообщил Минстрой. В целом же по краю ситуация следующая. Из 137 муниципальных образований паспорта готовности пока получили 29. Отведенный срок 15 ноября. После муниципалитетам придется устранять нарушения по ходу отопительного сезона. Всего на подготовку к зиме в этом году в регионе выделили 2,5 миллиарда рублей, полтора из которых деньги краевого бюджета. В крае формируют реестр малоимущих граждан, которые могут заключить социальные контракты в 2021 году. По ним выделяют от 20 до 250 тысяч рублей на поиск работы, открытие собственного дела, обучение или иные нужды. Сложно ли получить такую помощь и как долго будет действовать программа, расскажем далее. На данный момент у нас завершено 460 социальных контрактов, 70% из которых это социальные контракты эффективные, то есть граждане повысили свои доходы. Это результаты 2020 года. Заключившие социальные контракты не то чтобы разбогатели, хотя суть программы борьба с бедностью, но доходы ее участников точно стали выше прожиточного минимума. Анна одна из контрактниц. Швея по профессии в рамках социального контракта получила 250 тысяч рублей на развитие собственного дела. Самый главный документ, который действительно требует внимания и сосредоточиться, это бизнес-план, конечно. Здесь мы, я вернее заключила всю свою идею, расписала возможные доходы, расходы. И как бы с этими документами я уже пошла в соцзащиту. Почти все средства Анны и ее супруга, их маленький бизнес семейный, потратили на покупку оборудования. Ведь даже такие ножницы стоят недешево, тем более швейные машины. Первый месяц мы работали практически без выходных, и на что уже как бы виден результат сразу. И сейчас мы уже, конечно, можем сказать, что дальше будет еще больше и лучше. На реализацию социального контракта людям дается не меньше трех месяцев. Участник должен доказать действиями, что он активно ищет выход из сложной жизненной ситуации. У него в программе социальной адаптации есть ряд мероприятий, которые он должен выполнить. Встать на учет в центр занятости, активно взаимодействовать с работодателями, обязательно, например, устроить ребенка в детский сад для того, чтобы была возможность предпринимать эти активные действия и так далее. Программа социального контракта будет действовать еще три ближайших года. Затем ее снова могут продлить. И каждый раз из федерального бюджета на реализацию планируется выделять по 244 миллиона рублей. Плюсом идут два с половиной из краевого. В региональном министерстве социальной защиты говорят, желающие заключить социальные контракты в следующем году уже сейчас могут составить программу своей социальной адаптации или бизнес-план. Как это несколько месяцев назад сделала Анна Сидорова. И теперь у нее свое маленькое предприятие, приносящее доход и защищающее от угрозы бедности в непростой период пандемии. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Незаконный слив жидких бытовых отходов в Барнаульском лесу подтверждает полиция. Она провела рейд, в ходе которого выявила несколько случаев утилизации ЖБО в черте города. Нарушителей ждет наказание. О незаконном сливе ЖБО в Барнаульском лесу мы рассказывали в эфире нашей программы 5 октября. После этого правоохранители инициировали проверку. В ходе рейда полицейские выявили два факта слива фекалий в городской черте. За нарушение охраны окружающей среды составили протоколы. Правда, только на водителей осенизаторских машин. По административному кодексу штрафы для граждан-нарушителей куда скромнее, чем для предпринимателей и юридических лиц. В итоге, за слив фекалий в лесу, Барнаула виновники заплатят не больше двух тысяч рублей. Тюремный аттестат «Линия защиты». Документальный фильм с таким названием накануне вышел на федеральном телеканале при содействии наших журналистов. В центре внимания – каменские подростки, которые неоднократно становились героями оперативных сводок. Теперь «Камень на обид» для меня – это такая столица детского бандитизма. Потому что постоянно что-то происходит, то кому-то помочатся ботинки, простите, то кого-то там как-то нагинают. В общем, такие недетские истории. Детский бандитизм на Алтае не случайно стал частью материала. На протяжении года мы рассказывали вам о жестоких побоях и травле в «Камне на обид». Известно, что в городе орудуют банды школьников, которые избивают и оскорбляют сверстников, забирают деньги. Фильм доступен на официальном сайте и ютуб-канале ТВ-центра. Продолжаем выпуск. В Барнауле создадут Центр международной поддержки систем управления – баз данных. Трехстороннее соглашение об этом сегодня подписали два краевых министерства по образованию и цифровому развитию. И компания «Постгресс-профессионал». Что это даст региону, расскажем далее. Будущих айтишников в крае скоро начнут обучать специалисты мирового уровня. Сегодня в Барнауле подписали важное соглашение о сотрудничестве Министерства цифрового развития и связи, Министерства образования и науки нашего региона с «Постгресс-профессиональной» – компанией мирового уровня. Это значит, скоро в краевой столице начнут читать специальные айти-курсы, а преподавать будут в том числе специалисты компаний. Мы будем это студентов учить не просто теоретическим основам, но и надеемся с краем вместе сотрудничать для решения практических задач края. С навыками, которым обучат алтайских студентов, вес наших айти-специалистов резко вырастет. И на запад, и на восток, но и можно смотреть и на юг тоже. У нас и соседние регионы – Казахстан, и Азия идет. И в принципе мы здесь тоже можем выступать именно вот такой вот линии техподдержки. Подписание прошло в рамках 13-го алтайского айти-форума. В его программе – вебинары, экспертные дискуссии, круглые столы, а также награждение победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае». Один из лидеров этого года – Евгения Хромова. Ее компания создала сервис для телемедицины, работает по типу мессенджера. Изобретение меньше года, но его уже подключили несколько государственных и частных поликлиник Барнаула. Прежде скептические настроения ушли, когда пришел коронавирус. Даже более возрастные врачи готовы были учиться, хотя для них действительно это тяжело было разбираться, куда что нажимать. И тех, кто хочет улучшать жизнь алтайских жителей с помощью новых технологий, с каждым годом все больше. Сегодня найти специальности только в колледже Алтайского края в этом году 16 человек на место. А с новыми курсами айтед-профессионалов верят в ведомстве. Молодежь не только выйдет на большой рынок, но и перестанет покидать регион. Ведь для этой работы не столь важно место жительства, сколько компетенции. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а теперь к новостям из мира спорта. Турники, наклонные скамьи и гимнастические брусья. В одном из старейших районов Барнаула сегодня открылась современная площадка для занятий уличной гимнастикой. Продолжит тему Мария Микшута. Шведская стенка, гимнастические кольца и не только. В микрорайоне ВРЗ появился новый комплекс универсальных тренажеров для спортсменов разного возраста. Первыми воркаут-площадку опробовали молодые футболисты. Развивает плечевые мышцы, мышцы рук в целом, также направлено на спину. Могут его использовать любого возраста, в принципе, от 8 лет дети. Они забираются по лесенке, по специальной, переходят на турник носам. Уличные тренажеры расположили на площадке примерно в 100 квадратных метров. Территория для тренировок не очень большая, но для микрорайона ВРЗ появившийся комплекс уже достижение и большая радость. Дети этого микрорайона нуждаются вообще в занятии физической культуры и спорта, учитывая, что здесь кроме вот этого спортивного кластера, спортивных площадок больше практически ничего нет, кроме школах. Поэтому это центр притяжения не только детей, но и молодежи, и людей среднего и старшего поколения. Спортивный объект оборудовали на средства президентского гранта, который получил местный футбольный клуб «Патриот». Всего затратили порядка 500 тысяч рублей. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. И в Барнауле же строят новый дом для кикбоксинга. Не так давно под детскую школу боевого искусства передали два муниципальных здания. С одним условием – их ремонт берет на себя спортивное объединение. Помочь ему отозвались и родители юных воспитанников, и спонсоры о том, как всем миром создают современный спорткомплекс. В сюжете Анастасия Дороган. Позравняйтесь, мои люди. 5-10 сучков. Приветствие, разминка. Самые юные спортсмены не могут дождаться тренировки. В прямом смысле рвутся в бой. Два десятка воспитанников школы кикбоксинга трижды в неделю здесь развивают мужской характер. А почему этот вид спорта? Ну, потому что я могу защищить тебя в любую минуту. 15 секунд работаем. Акцентируем на ударе. 15 секунд взрываемся, руки и ноги показываем. В спортобъединению «Стик» почти 30 лет. Целая армия выпускников. 6 тысяч мужчин. Отцы приводили сюда сыновей, которые водят уже своих детей. Сейчас в школе 250 воспитанников. Я призер первенства Сибирско-федерального округа, финалист Кубка Сибири, финалист чемпионата первенства Алтайского края. Надо тренироваться, идти к своей цели, не пропускать тренировки. У «Стика» четыре помещения. Три из них, в том числе, это в подвале дома. Но детский спорт выходит из подвалов. В таких помещениях с недавних пор нельзя организовывать детские кружки и секции. Чтобы сохранить школу кикбоксинга, власти города передали ей по этажу в бойлерных. Аренда безвозмездная, но с одним условием. Ремонт исключительно на плечах спортсменов и родителей воспитанников. Здание много лет пустовало, крыша протекала, постепенно все пришло в негодность. У предшедших родителей и спортсменов появилось много работы, в первую очередь по расширению пространства. Пара тренеров и два десятка пап трудились три недели, вечерами, после работы. Видео мужчины записывали и для школьной летописи, и для домашнего архива. Приходил черный, грязный, уставший. Срабатывал опять же мужской коллективизм какой-то, что если я не пойду сегодня, как там, извините меня, мужики будут без меня. И это не у одного моего супруга, это у всех мужчин так было, у всех пап. При помощи родителей мы вывезли весь мусор, стены разрушили, которые, согласно экспертизе, можно было убрать. То есть получился огромное помещение именно для занятия кикбоксингом. Тренировочная площадь гораздо больше, в два раза. Но это лишь часть проделанной работы. В помещении еще нужно завести коммуникации, и без поддержки благотворителей не обойтись. Воспитанник стика в прошлом, сейчас депутат гордом Вячеслав Перерядов обратился за помощью к ресурсовикам. В итоге сибирская генерирующая компания смонтирует систему отопления и водоснабжения. Компания за ПСИП электромонтаж всю электропроводку. А ЕСК «Союз» предоставит бригаду строителей для внутреннего ремонта. Как в 70-е, 80-е годы БАМ строим? Да, всем миром. Нерешенным до последнего оставался вопрос с вентиляцией. За его решением руководитель школы обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Илья Николаевич, ну все, мы присоединяемся к этому процессу, тогда непосредственно в части вентиляции. И тогда степь в степь будем двигаться. И вот тогда на вот эту часть работ зайдем, то есть там чуть там дольше, по-моему, 200. 202 тысячи. Так получается, по-моему, так, да. Это вместе с полкажем, по-моему, да? Да, 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 да. Сегодня начали прокладывать первые коммуникации. Закончить все работы планируют в декабре, чтобы кикбоксеры могли отпраздновать новоселье в преддверии Нового года. Это будет лучшим подарком, уверен руководитель школы боевого искусства. Взращивать чемпионов в комфортных условиях. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. К новостям культуры. Спектакль от Константина Хабенского. Возрожденная сцена, новые репертуары, фирменный стиль. Сегодня в Краевом драматическом театре журналистам показали обновленные подмостки. Рассказали о том, чем будут удивлять зрители в новом сезоне, если он, конечно, состоится. Масштабная реконструкция сцены драматического театра шла два с половиной месяца. За свою полувековую историю механизм, благодаря которому сцена крутилась, полностью устарел и даже проржавел. Возродить подмостки получилось за счет краевых средств в размере 35 миллионов рублей. В результате у артиста, да и у всей труппы большая радость. Раньше они ставили метки, чтобы круг и кольцо совпали. Или кольцо остановилось на нужном этапе. Крутили ручку. С замиранием сердца смотрели, дойдет, не дойдет. Не дошло, перекручивают. А в это время артисты, как моряки, на палубе, держали себя, чтобы не упасть, потому что очень резко. Да, вот так ручку раз, он тунь. Сегодня все плавно и нежно. Программа автоматизирована, позволяет замедлить скорость в любой момент. Сейчас сцена неподвижна. На ней декорации к премьерному ревизору. К слову, в этом году драма может похвастаться не только обновленными подмостками. К 99-му театральному сезону театр полностью преобразился. После обновления логотипа, во-первых, их два, как вы можете видеть, первый используется, который слева, он используется для экспериментальной сцены. Тут логотип, что справа, это основной логотип театра на сегодняшний день. Цветовая гамма у нас представлена сейчас в четырех цветах. Это синий, золотой, белый, терракотовый. Подробнее о новшествах театрального сезона и о визите знаменитого артиста Константина Хабенского для постановки спектакля в театре драмы расскажет директор театра Любовь Березина в программе «Сноска» уже завтра. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok